Сегодня я вас футуристически приветствую. В наше время нейросети уже захватили инфоповод, и многие считают, что ИИ у нас заберет всю работу, хотя я бы радовался, что они не заставят нас работать на себя. Итак, сегодня мы проверим креатив приготовления УИИ. Я спросил у нейросети необычные рецепты для бургеров. Итак, добро пожаловать на наше кулинарное шоу. Первое наше испытание это бургер с ананасом и сыром. Для приготовления нам понадобятся, естественно, булки, куриные котлеты, соус, сыр, лук, лица. Что ж, сочетание, конечно, странное, поэтому начнем с соуса, потому что, как говорится, не бывает невкусных блюд, бывает мало соуса. Если у вас нет денег на ананас, можете использовать огурец и посахарить его. Вместо зелени, так как уже лето, естественно, используется подорожник и прочая зелень. Второе наше испытание это бургер с говяжьей котлетой, арахисовой пастой и редисом. По старой схеме мы добавляем с двух сторон в этот раз соус, высококачественный за полтора рубля. Бургер с говяжьей котлеты, арахисовая паста. Не знаю, насколько она полезна, но так как это готовлю я, повар, окончивший межгалактическую государственную академию при поварении, это будет полезно. Получается, мы намазываем непосредственно саму булку, сладкой арахисовой пастой, щепотку луковицы и совсем чуть-чуть мы добавляем редиса. В отличие от поговорки, хрен резький слаще, в нем больше находится сахара. Авокадо. Если, что весьма разумно, нет денег на авокадо, можно, во-первых, не ложить, конечно, либо использовать грушу. Итак, весьма креативный бургер, который сгенерировала нейросеть с такими вкусными ингредиентами, я надеюсь, кто-нибудь да выживет, готовы. Я вас приветствую, мои дорогие ютуб-зрители. Наши лайфхаки в основном экономны. Подойдем к этому настолько креативно, а, впрочем, всего поподробнее. Итак, сегодня наш апостол инженерной мысли Богдан расскажет вам кое-что интересное. Итак, что же мы подготовили? Для данного гаджета мы будем использовать палочки от порожного. А где мы их взяли, расскажет в следующем видео. Да. И почему больше не стоит ходить по майкам? А также годовалый невынюханный клей. Пакетик, естественно, потерялся. И что же Богдан, благодаря этим простейшим элементам, которые можно найти буквально под ногами? Подставку под горячую кастрюлю с копеточкой. Да я не спросил до конца. Ну ладно, оставим так. Предварительно обуфляем наши палочки клеем. Сначала делаем импровизированный забор. А теперь проведем испытание нашей чудо-технологии чайником с раскаленной лавой. И мы видим, стол выдерживает такие перепады гигантской температуры, благодаря нашим палочкам из-под мороженого. Но разве это не прелесть? Не мягкие? А если у вас еще какие-то гениальные области, отправляйте на нашу почту howknowsobaka.gmail.com Придумайте крутые лайфхаки, берегите себя и своих близких. Прощайте. До новых встреч. Итак, третьим нашим бургером, нашей вишенкой на торте, прямо в мысли слова, сладкий бутерброд, в котором находятся такие ингредиенты, как нутелла, бананы, клубника свежая, нарезанная ломтиками, взбитые сливки, мед. Теперь добавляем туда нарезанную ломтиками клубничку. Дальше взбитые сливки. Как нам советовала нейросеть. Чуть-чуть меда для вкуса. Что ж, дорогие зрители, спасибо, что были с нами. Я надеюсь, вам понравились наши необычные бургеры. Приготовьте их сами и удивите себя, своих близких и прохожих, которым вы попытаетесь это оскорбить. Спасибо, до новых встреч и удачи вам. Можешь попробовать что-нибудь? Тут есть... клубника. Там все окей? Просто... Ну, не привлекает меня. Что ж, я понимаю, это был довольно-таки сложный тест, где нужно было найти из данных объектов велосипед. Но у нас буквально одно формальное задание осталось. Нарисуйте, пожалуйста, мою руку. Субтитры связан с этим. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok